сейчас сюда сигра автоматически ставится на паузу так она давайте дальше продвигаемся там ничего больше не сообщают это сейчас пока единственный квест я думаю что здесь много будет квестов здесь вот там где-то прочитаем в книге не знаю поговорим с кем-то и нам будут постоянно подкидывать классе кстати вижу дом жилой и поэтому я убираю меч пока что не будем пугать местных жителей вообще лучше нам дружить и обзаветись союзниками обзавестись союзниками вместо того чтобы рождовать со всеми все равно ты не справишься на каждого сильного найдется еще более сильный смелый и ловкий как я уже не один раз говорил в прохождении поэтому мне зачем просто так искать неприятности то есть неизвестно в неизвестности что мы можем повстречать сейчас я вернусь и хотел спуститься вот куда его а мы здесь были до может нам пора уже найти ночлег он темнеет хочу вот к тому дому подойти есть такая возможность наверное кто-то живет вообще удобнее конечно на shift на shift она идет шаг на шаг переключаются на какие-то цветочки в силе очки не знаю зачем они нам нужны чем-то нужны так это у нас основная застава наверное здесь кто-то живет машина спустят переночевать конечно мы никого убивать не собираемся наливные яблочки пять штук кстати говоря если мы будем сломать замок я думаю что она вряд ли это понравится гостеприимным возможно жителям этого дома так погодите погодите что нам делать с едой нам их есть эти яблоки они просто будут пропадать капуста от алкоголя можем что какое-то тоже улучшение устанавливать 15 дней запас сил верным размытым размыты она будет это все видеть перед собой как фаллауте тоже также сделано так то есть устанавливать здоровье даже у нас уже был восстанавливать здоровье лук пурей пурей нужен тебе что ты будешь здесь делать так и на дубинном станке вы можете выделать кожу и животных резать ее на полоски кожа и полоски кожи идут на изготовление улучшения оружия доспехов вот например четыре полоски вам не хватает компонента для создания предмета создавай пусть будет знаю когда тебе эти полоски понадобятся еще рубочная колода использовать а нам нужно повысить уровень навыков здесь тоже урожай 5 кукурузу сажать так я не выдержу это не смеху лаута хватило сажать этот огород саживать очень много времени нужно тратить на построение этих поселений на улучшение обустройство этих поселений очень много и мне жалко мой сейф с джорджу я все равно хочу отыграть за мужчину мне кажется плаус 4 интереснее играть за мужчину почему потому что как-то довольно странно когда ты играешь за женщину в камере крио камере с младенцем остается мужчина то есть все равно младенцы бы оставили с матерью что он не чувствует себя безопаснее маленькие дети не просто могут болеть из того что их разлучают от матери у них они чувствуют запах на уровне интуиции то есть у них огромная связь с матерью там до 6 до 8 лет ну возьмем до 5 до то есть пока они еще совсем маленькие до четырех этого четвертой части мне хотелось за мужика отыграть но мы джордж улетел в трубу к сожалению открывать а я хотел постучаться подождите там есть снова застала адепт но мы можем с помощью маги что ли взломать замок но да что такое нет что же вы от меня что же откройся зам кто в домике живет согреемся что ли на ночь так это мы все можем украсть это все не наше пока что не берем ничего не так я еще даже меч на стану она но я взломала замок попала без спроса в дом конечно это ты была открыта я одним ударом зарубил тебя но у нас не было выбора на разговор она вряд ли бы пошло навстречу нам тапочки меховые тапочки стоимость 110 продадим ну и теперь ты можешь в принципе брать все что тебе захочется давай прочитаем книжечку жили-были дед да баба посадили они репку симах попробовал уговорить других священников и даже магов но тем же результатом но с тем же результатом так о чем когда пришло время обряда имя положение августейшего младенца рудники закрыли и симах отправился домой чтобы помыться и переодеться во все во все лучшее так о чем мы пять веков назад в марнахолде городе каменьев жили слепая вдова единственным сыном высоким устроенным юношей был он рудокопом как его отец как его робот полицейский труд был почетным но оплачивался скудно его мать пикла и продавала на городском рынке пирожки с так еще одна несчастная история а в результате чем она закончилась давайте прочитаем узрите леди барензию рожденную в землях марнхолда на исполните на нее ваши благословения и совет все благие боги что правило на во благо марнхолда они нашли мать симаха то есть кто-то где-то потерялся оказалось что она беременна или она родила от какого-то знатного человека и вот она значит родила вот это вот будущую правительницу которые благословили в землях марнхолда я половину пропустил так что может быть и не совсем правильно думаю жрец попятился готовы произнести проклятие но симах ударил его по лицу кто-то из-за чего-то какого-то раздора так история стара как мир однажды утром она проснулась и выглянув из карета увидела вокруг холодную местность а среди бесконечных серо-зеленых холмов кое-где припорошенных грязно-белым снегом выселся большой замок серого камня она прижала груди принцесса в заточенную в замке что ли здесь есть дракон который хранит этот замок в аренде росла как южные растения пересаженные в скайримский сад под опекой графа свена и его жены и леди инге ее значит и отдали на попечении может быть он был как этим как называют тот кто правит вместо истинных королей кому нет 18 те кто не достиг совершеннолетия регенты или как их там называют я не помню перензи делал вид что не слышала твердительно кивала в душе раз в месяц прибывал гонец от императора приводил маленькую мощную золото для свена и инге небольшой мешок сушеных грибов они шли пешком до раннего вечера держась проселочных дорог как же долго целых него они весело пировали им празднуя свой побег а затем неистовством делили узкую койку ой после всего они провалились в глубокий сон без видений очень понятно неплохо ребят неплохо мужик призывительно подумал берензия строу был закройте меня навыка что повысить уровень а меня можем прокачать сейчас мы этим и займемся брензи стоял на городской стене и вглянулась вдоль гряду заснеженную гору прекрасных заснеженных невероятно красивейших гор вот и сказке конец мы чуть бы не слушал молодец так откройте меню навыков уровень при переходе на новый уровень вы на выбор увеличивать свое здоровье магию запас сил также вы получаете одно очко способности который может потратить немедленно или отложить это потом доступные способности в каждом созвездии уйдены белым цветом доступные способности новый уровень магия здоровье или запас сил если мы хотим играть на сложном уровне здоровье однозначно чтобы повысить уровень сложности так и что дальше что отмечено белым о заклинание школа колдовства уровня . так расходует двое меньше магия мастер школы колдовства парные души темные души все или это мы по ходу игры прокачиваем ее автоматически что используем что находим собираем и нам прибавляет везде понемногу очков зависимости с чем мы взаимодействуем в игре так что прочный щит много-много оружия много оружия не всегда хорошо даже если его можно продать за хорошую цену посох призыва питомца стоимость 926 может какая-то особенная вещь стальная булава что много мурахла мы таскаем с вами меховая броня это для утепления магия восстанавливается на 50 процентов железный щит тебе нужен насорила ты тут ядер кола так это у нас нордский мед ух ты какой мы шлем нашли смотрите интересненькие ну и где дошли доспехи 17 это 19 то есть можно вот так выглядеть но мне больше нравится тот шлем и кстати вот драгонет шлема вообще не любила либо мы такую броню находили стандартную она вообще не красивая тут сразу же такая красота нам досталось неописуемая значит не особо мне этот шлем понравился тут уже всем все равно прочесть предки и данмеры отошедшие мир иной духе данмеров а также возможны и других рас продолжают существовать после смерти знания и могущества умерших предков служат процветанию данмерских домов связь между живущими членами семьи и бессмертными предками основана частично на кровном родстве и частично нора на ритуалах и частично на доброй воле новый член семьи вступивший в дом после заключения брака связывает себя с кланом узами ритуала и присяги тем самым получая возможность общения с предками клана и иные блага от них впрочем его связь с этими предками слабее чем у него его потомство и он сохраняет некоторую связь со своими предками по крови родовое святилище в каждом доме имеется родовое святилище скромном скромных домах это просто очаг или ниша куда помещая помещают почитаемые фамильные реликвия богатых домах для почитания предков выделяет помещение это святилище называет дверью ожидания а внулиц сваряет дверь в обливиан в этом месте члены семейства отдают дань уважения умершим совершая жертвоприношения и молитвы вот что я не люблю так это жертвоприношение черную магию крови принося клятвы давая обязательства и отчитываясь о делах семьи благодарность предки могут награждать семью знаниями и благословениями я сама занялась таким вопросом как заинтересовалась своими корнями своим родовым древом вот и тут мы с вами читаем что значит попадает наше поле зрения ну здесь всего полно я думаю в игре схватили такую книгу о предках о том что передается в роду как традиция давайте спустимся вниз может это где-то внизу мы берем арбузов мы берем арбузов зачем мне это нужно чеснок хлеб хлеб блин зачем я это все собираю пивная кружка я случайно взяла и хотела взять только бутылку деньги кнопка какая-то смотрите мы нашли потайной проход сейчас мы с вами это дело сохраним чтобы начинать отсюда медвежий капкан он нам нужен чтоб самим не угодить в капкан прочесть как прочесть как прочесть я вижу золото так сейчас я еще здесь не все смотрела кажется вот эти вот все предметы которые могут тоже улучшать здоровье и медовуха или чего она там собирает эль бутылках яблоки я еда я буду очень редко использовать кстати уже забыла что у меня есть быстрая кнопка эти особенные предметы давайте осмотрим мы с вами спускаемся в подземелье и почему-то мне сейчас не очень удобно от третьего лица играть потому что видите здесь очень узкий проход и не будет мешать видимость нас от третьего лица поэтому я переключила первого так я какое-то барахло тут насобирала хватит с нас одной пивной кружки пошли лучше всегда перед всякими страшными неизведанными пещерами потому что мы сейчас встретим врагов которые нам по зубам и нужно будет откатить сохранение я не исключаю такой вариант даже не знаю куда мы попали кого-то здесь убили сапоги и одежда зелья зелья такой же шлем и мне не нужен кстати его продам стрелы стальные стрелы навык скрытность мы прокачали скрытность отличненько идем дальше а там так как погоди нет я хочу сделать не так я хочу сделать так глупо игрой подожди что-то как-то не очень у нас получается магичить магичить не 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 давай уже сгори гори ясным пламенем да да мой запас здоровья я все время забываю у нас же здесь быстрое лечение ну кстати вот сейчас можно и предметы съесть чё там 15 единиц здоровья запасы устанавливается на 30 процентов медленно течение 30 секунд да 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 ешь на здоровье куда это все девать так что у нас у бандита золото нужно нам это броня такая значит не особо так это у нас женщина а мужик здесь у нас погиб так железный щит сейчас посмотрим какой у нас о железная броня я перегружена хорошо сейчас кое-что мы посмотрим это я выбрасываю как мне на тебя посмотреть вот так вот что у нас здесь лежит сыр полно сыра так от первого лица включаю вид так как здесь мне неудобно играть по-другому ладно пойдемте дальше осматривать пещеру фпс опять упал я только хотела похвалить что у меня все прекрасно какая-то дверь какая-то дверь она закрыта с другой стороны значит мы должны обойти и посмотреть что с другой стороны здесь мы можем эх сломать еще одну отмычку да нет да нет же да что такое почему отлично ну ладно отмычка почему я раньше не сохранялся кстати он я раньше сохранялась 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 но то очень далеко может еще отмычек найдем с меня хватит скрытность оу как вас много там нет это у нас часовой не получается что то из-за того что он бронированный что-то не получалось его убить с помощью огня он не поддавался нашли еще одну отмычку такая вот необычная одежда так 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 и вот с этим вот так это так повернись ко мне повернись ко мне сезон я ее переодела не здесь неудобно от третьего лица очень высока вероятность что я не увижу ничего за ее телом кстати ее зовут лагерта так мы ее назвали с этой стороны можно пройти там где дверь закрыта мы кстати нашли одну отмычку но у меня закончилось терпение все отмычки сломала и не смогла взломать замок что-то у меня не получилось в этот раз может здесь найдем отмычку ну так подождите сейчас такая же история будет угу угу все прекрасно о аллилуйя или что же мы здесь нашли я думаю отмычки может быть еще чтобы взломать ту дверь все таки что у нас тут интересно кстати капкан его надо обезвредить иначе я сейчас попаду в ловушку что-то капусту раскидала стратегический маневр чтобы мы споткнулись на капусте чей великий план ну прекрати чё происходит почему она ползет так мы когда зажимаем капс почему она так двигается а я перегружена прикольно прикольно мгм 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 это этим всем делом этим делом это с собой размахивает она богатый русский язык как же без него так чё мы там пропустили и куда мы с вами идем я просто обошла но нам нужно было вернуться там где капканчик это человек код раса еще один человек код что они тут забыли так подождите я заблудилась куда я хотел пойти с какой страны все мы как раз таки я пришла и сказала вам про капкана меня рука начинает вставать а вот обезвредить нет он не активен наоборот хорошо какие-то туннеля кстати карта этот замок мы не открыли куда-то мы в глубь с вами спускаемся все ниже и ниже и тут забрасывают видимо в колодец это насмерть короче да 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 а можно с помощью магии добраться до череп тролля на фига мне а как добраться если я это возможно денежки видимо возможно ничего интересного с вами обошли по кругу надо подлечиться выпьем же винца дорогая установим твое здоровье на 30 секунд а что у нас с отмычками есть у нас отмычки нет у нас с вами есть две отмычки мы с вами богаты давайте вернемся тем же путем я заплутала тут наверх как мы с вами это сделаем как я сюда свалилась вряд ли ты запрыгнешь тоже можно открыть этот нож и взламывали так ща 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 тут какой-то алтарь стали поклонения но мы как раз там считали наверху до не нравится мне эти звуки так 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 дайте сообразить по моему нам нужно вернуться до это или дорогой опять мы сюда спустились к этим тележкам с капустой вот здесь она дверь вот она сохраняемся прям перед этим короче знаете чё решила сделать почему нам предлагают адепта мы можем воспользоваться магией и снести эту дверь к чертовой матери как говорится давай попробуем не это ты ничё то не то выбрала искры а мне кажется там дверь бы улетела честно сказать не хотят не хотят а мне пускать меня да почему же о аллилуйя и мы не зря ведь столько мучились я не знаю кто сколько мучился я раз десять наверное сохранение откатал у нас было всего две отмычки мы запаслись с вами с лихвой дверь закрыта с той стороны но это неважно мы с вами ходим с полным арсеналом смотрите насколько зелий всяких зелий меткости даже есть зелий здоровья зелий силы все что надо берешь и выбираешь здесь пойдем чё там у нас с уровнем сложности кстати настройки игра адепт это средний уровень давайте поставим эксперта хотя они пытались меня убить ну ладно кстати чё там с навыками у нас способности осталось один это значит не можно прокачаться как-то хочу попробовать призывать животное на помощь раз мы нашли такой хороший особенный посох как нам потратить способность отмечено белым не сказали не значит я по кругу пошла повторно не знаю а вот это как делается все сейчас что нам нужно ну что с двуручным оружием двуручное оружие наносит на 20 процентов больше урона с двуручным оружием наверное проблем не берешься с вносливостью стрельба избыточное натяжение луки наносит на 20 процентов больше урон кстати мне нужна эта способность да я думаю что из лука мы тоже будем стрелять и если больше будем носить урон издалека то это конечно облегчена игру а сейчас мы с вами выходим из этой пещеры заглянули называется на огонек ограбили тут избушку родовое какое-то родовое гнездо какое-то со своими обычаями традициями культом поклонения но жертвоприношения мы против этого то что может быть не зря кстати тут был листочек приколочен прочесть вас всех предупреждали что будет если вы попытаетесь залезть в мою сокровищницу но ро раз решил или ро раз решил что и и это не всерьез теперь он мертв каждый из вас свою долю уже получил так что берегитесь навозники сунетесь ко мне еще раз вас уже не ловушки убьют своими руками прикольно но мы влезли то есть нас посчитали вот этим вот кому пригрозили и мы попались на рожон ладно пошлите дальше дальше дело мы раз здесь мы мы